25 июля исполняется 40 лет со дня смерти Владимира Высоцкого. Наверное, у нас нет в стране человека, ну разве что кроме детей, который бы не знал, кто такой Высоцкий и не слышал бы хотя бы несколько его песен. Это не фигура речи. В 2018 году к 80-летию Высоцкого в ЦИОМ проводил опрос, и 99% опрошенных подтвердили, что знают его имя. По мнению еще 67%, Высоцкий оказал сильное влияние на формирование взглядов и ценностей многих людей в нашей стране. В рейтинге русских кумиров 20 века, который в ЦИОМ составляет на базе опросов с 1999 года, Владимир Высоцкий остается на первых местах все эти годы. В 1999 он был на первом месте. Кумиром его называли тогда 31% опрошенных. В 2018 он занял второе место с 28%, уступив лишь Юрию Гагарину. Жизнь Высоцкого была короткой, яркой и непростой. В чем-то очень типичной для советского человека тех времен, а в чем-то совершенно необычной. Сегодня я хочу поговорить об этом, вспомнить его стихи, песни, фильмы и театральные роли. Галия, это только моя, выбирайте своей галией. Владимир Высоцкий родился в 1938 году в Москве, не на Первой Мещанской, как поется в песне, но почти в роддоме неподалеку, на нынешней улице Щепкина. На Первой Мещанской, то есть на проспекте Мира сейчас, жили его родители. Нина Максимовна, переводчица, и Семен Владимирович, кадровый военный. В остальном же все так и было. Комната в коммуналке, непонятные для ребенка, но страшные разговоры о знакомых, которых забирали по ночам, потом немецкие бомбежки, эвакуация и возвращение в Москву. Но родился, и жил я, и выжил. Дом на Первой Мещанской в конце. Там за стеночкой, за перегородочкой, соседушка с заседочкой, упалывались водочкой. Все жили вровень скромно так, система коридорная, на 38 комнаток всего одноуборная. И отец, который вернулся с войны уже в чужую семью. Его брак с матерью Высоцкого продлился всего несколько лет. Лет с восьми Высоцкий жил с отцом и его новой женой, Евгенией. Он ее называл мамой Женей. Когда Семена Владимировича в 1947 году отправили служить в расположение советских войск в Германии, в город Эберсвальде, он уговорил бывшую жену отпустить сына с ним. Так Высоцкий в первый раз оказался за границей. Жизнь там, конечно, сильно отличалась от той, к которой привык советский ребенок. Особенно военного времени ребенок. Им выделили целый этаж, три комнаты в доме, в хорошем районе. У Высоцкого даже была отдельная комната. Видимо, заметив музыкальные способности, отец купил ему пианино и пригласил учительницу. Все три года жизни в Германии Высоцкий занимался музыкой. Потом отца перевели в Северокавказский, а позже в Киевский военный округ. А Высоцкий с мачехой вернулись в Москву и поселились в Большом каретном переулке. В старших классах он увлекся литературой, стал заниматься в театральном кружке и начал писать стихи. На 17-летие мама подарила ему первую гитару. Друг детства и одноклассник Высоцкого Игорь Кахановский, который потом тоже стал поэтом и автором песен, научил его первым аккордом и вообще сильно повлиял на него в ту пору. Высоцкий даже песни свои вначале писал, подражая Кахановскому. Позже, в 1964 году Кахановский уехал на Чукотку и работал там журналистом. Высоцкий туда к нему ездил и потом под впечатлением от этих поездок появилось несколько песен. На Большом каретном Высоцкий влился в очень интересную творческую компанию, в которую входили артисты, режиссеры, писатели, в общем, как говорится, представители творческой интеллигенции. Тогда в среде интеллигенции довольно распространены были домашние концерты. Собирались и пели, кто что умел, в основном блатные песни. Ну, такие времена были. Половина страны сидела, половина охраняла. Иногда на этих сборищах появлялись и бывшие репрессированные, которых после смерти Сталина постепенно начали выпускать из тюрем. И обычные уголовники тоже. Высоцкий сначала пел чужие песни, потом стал сочинять свои. Именно с таких вот лагерных и дворовых песен и началась его известность. Со мною нож, а решил я, что ж, меня так просто не возьмешь. Держитесь, гады! Держитесь, гады! К чему за даром проводать? Ударил первым я тогда! Ударил первым я тогда! Так было надо! После школы Высоцкий хотел пойти учиться на актера, но отец настоял, чтобы он поступил в инженерно-строительный институт. Впрочем, из этого все равно ничего не вышло, и уже после первого семестра Высоцкий написал заявление об отчислении по собственному желанию. На следующий же год он поступил в школу-студию МХАТ. Между прочим, среди его преподавателей в школе-студии был Андрей Синявский, писатель-литературовед и диссидент. Позже, в 65-м году, Синявский и его товарищ Юлий Даниэль были арестованы за распространение самоиздата. Они собирали и переправляли за границу для печати произведения, порочащие советский строй. Очень громкое было дело. Синявский отсидел за это 7 лет в лагерях. После окончания школы-студии МХАТ Высоцкий несколько лет скитался по разным московским театрам, пока, наконец, не попал в театр на Таганке. В то время это уже был самый разгар оттепели. Культура на жизнь в Москве била ключом. Бесконечные выставки, фестивали, спектакли, концерты. Актеры, писатели и поэты были настоящими лидерами мнений, как бы мы сейчас сказали. В это сейчас сложно поверить, но люди битком набивались в огромный зал Политехнического музея, чтобы послушать, как читают свои стихи Кевтушенко или Вознесенский. Они реально были кумирами молодежи. Такая же история была и с театрами. В 1956 году возник легендарный «Современник», на спектакле которого в 60-х билеты уже было не достать. А в 1964 году режиссер и педагог Юрий Любимов вместе со своими студентами из Щукинского театрального училища пришел в театр драмы и комедии на Таганке со спектаклем «Добрый человек» из Сизуана. Спектакли и «Современника», и «Таганки» отличались от того, к чему привык советский зритель. Просто капитальнейшим образом отличались. И темы, и театральный язык, и вся эстетика были живыми, современными, созвучными тому, о чем говорили и думали люди. В отличие от закостенелых классических постановок или идейно правильных спектаклей про коммунистов и передовиков производства в духе фальшивого соцреализма. Театр на Таганке, в частности, отличался тем, что на сцене почти не было декораций, а актеры выходили на сцену в современной одежде, даже в исторических постановках. В знаменитом «Гамлете» Высоцкий появлялся просто в черной футболке с длинными рукавами, а смехов король Клавдии в вязаном свитере, как у Хумингуэя. Вся труппа на Таганке была звездная, и никак нельзя сказать, что Высоцкий был там самым ярким актером. Билеты на их спектакли нельзя было достать ни за какие деньги. Люди с ночи занимали очереди в кассу, чуть ли не через окна пролезали, дежурили у служебного входа, только бы взглянуть на любимых актеров. Но Высоцкий к тому времени уже был известен и популярен не столько как актер, сколько как автор и исполнитель песен. Удивительно, но в то время, когда не то что Ютуба не было, но и обычный магнитофон был большой ценностью и редкостью, а аудиокассеты к нему было не достать, но каким-то образом записи Высоцкого распространялись среди поклонников. Какую-то часть песен он записал сам, просто дома на обычный магнитофон. Что-то записывали участники тех самых домашних концертов, и дальше все это переписывали друг у друга. Уже в середине 60-х песни Высоцкого слышались из каждого второго окна или подворотни. При том, что первый заметный фильм с его участием, «Вертикаль», вышел в прокат только в 67-м году. Именно этот фильм познакомил массового зрителя с Высоцким. Это такая суровая романтическая история об альпинистах. Горы, дружба, мужество, борьба со стихией, очень популярная в те времена тема. Но Высоцкий согласился сниматься в нем главным образом из-за песен. Для того фильма он написал несколько песен, которые стали очень популярными. «Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберешь, плохо он или хорош, парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его, пусть он в связке в одной с тобой, там поймешь, кто такой...» Если сначала Высоцкий писал в основном блатные и лагерные песни, то потом диапазон тем становился все шире. Об альпинистах и о рабочих, о спорте и о летчиках, о шоферах и про войну. Причем почти во всех песнях присутствовал лирический герой, которого слушатели отождествляли с автором. Это правда. Многие были совершенно уверены, что Высоцкий сидел или был на самом деле летчиком. Некоторые даже не сомневались, что он прошел войну, хотя в 45-м году ему было 7 лет. Доходило до смешного. Некоторые люди уверяли, что слышали блатные песни Высоцкого, мотая срок еще в дореволюционные времена. Ну, то есть, конечно, они не знали, что это песни Высоцкого, думали, что это типа народные. По словам друзей Высоцкого, такие легенды его очень радовали. Значит, убедительно получалось. Удивительно, как ему это удавалось, но, наверное, в этом и заключается талант, чтобы слышать современность, чувствовать правду и передавать ее так, чтобы люди откликались. Наверное, поэтому мы до сих пор помним Высоцкого и слышим его песни. Вот просто одна деталь в подтверждении этой мысли. Когда в августе 2000 года затонула подлодка Курск, когда еще шла спасательная операция и подводники еще подавали сигналы, еще была надежда, что их спасут, по телевизору постоянно во всех репортажах фоном крутили песню Высоцкого. Уже 20 лет, как его не было на свете, но не нашлось более подходящих слов, чтобы рассказать о происходящем. Спасите наши души, Мы претем от удушья, Спасите наши души, Спешите к нам, Услышьте нас на суше, Наш зос все глуше-глуше, И ужас режет души Напополам. Но за эту же правду и честность Высоцкого не любили советские власти. К счастью, ему повезло жить в более вегетарианские времена. За песни и стихи в тюрьму тогда уже не сажали. Его даже особо не преследовали, просто понемножку то тут, то там ограничивали, зажимали, не давали работать, записывать пластинки, сниматься в кино, или давали, но потом все это вырезали или клали на полку. В нормальном мире исполнитель, который настолько нравится публике, записывал бы альбомы один за другим, ездил бы с гастролями по стране и миру, выпускал бы сборники стихов. Не говоря уже о том, что он стал бы очень богатым человеком. Но в СССР все было не так. В Советском Союзе ты мог написать тысячи песен, но тебя не признавали композитором, если ты не окончил консерваторию. И не считали поэтом, если не окончил литературный институт. Не имея публикаций, нельзя было стать членом Союза писателей. А это, кроме почета и материальных благ, давало еще и массу преимуществ. Можно было бы организовать поэтические вечера, например, концерты, ездить с гастролями за рубеж. Высоцкий же был вынужден выступать полуофициально. Благо, он был актером, так что его концерты проходили под грифом «встреча со зрителями». Для официальных же выступлений надо было утверждать репертуар в Москонцерте, что Высоцкому, конечно, не светило. В советских реалиях эти его концерты назывались пренебрежительным словом «халтура». Подразумевалось, что это такие левые выступления исключительно ради презренных денег. Такие вещи были незаконны и против Высоцкого в 1973 году даже завели дело. Его обвиняли в том, что он провел в Новокузнецке 16 концертов в обход Росконцерта. Обокрал, понимаешь, государство. По решению суда он должен был вернуть в казну 900 рублей. За один концерт он получал порядка 75 рублей. Это дело было не единственное и не только Высоцкого за это преследовали. Людмиле Гурченко, например, так чуть не сломали творческую судьбу. После травли в газетах, которая развернулась после таких вот нелегальных концертов, ее 10 лет не приглашали сниматься и не давали ролей в театре. Высоцкого тоже поливали в газетах. Особенно ему доставалось заранее дворовые песни. Как там говорилось, подделки, речитативы под 2-3 затасканных аккорда, в которых под видом искусства преподносится обывательщина, пошлость, безнравственность. Высоцкий поет от имени и во имя алкоголиков, штрафников, преступников, людей порочных и неполноценных. Так писали. В общем, в Советском Союзе такие песни и стихи были не ко двору. При жизни Высоцкого на родине официально были опубликованы только пара десятков его песен. Самые безобидные и нейтральные по тематике. Альпинистские песни из фильма «Вертикаль», несколько песен о войне, песни из аудиоспектакля «Алиса в стране чудес». О публикациях стихов уж и вовсе не было речи, если не считать сам из дата. Так, несколько его стихов вышли в 1978 году в альманахе «Метрополь» сборники текстов, которые отклонили советские издательства. Кроме Высоцкого в сборник были включены произведения Андрея Вознесенского, Беллы Ахмадулиной, Виктора Ерофеева, Юза Олешковского и других авторов. Альманах выпустили сами литераторы тиражом 12 экземпляров. Просто перепечатали на машинке. Так тогда выходило большинство самоиздатских текстов. Власти и признанные ею писатели осудили выход «Метрополя». Опять были разгромные и ругательские статьи в газетах. Виктора Ерофеева и еще одного автора Евгения Попова за участие в «Метрополе» исключили из союза писателей. Высоцкому это не грозило. Он в союзе и так не состоял. Вообще, до сих пор никто не предпринял попытки полноценно собрать и издать все произведения Высоцкого, если не считать коллекционеров, которые сами по записям восстанавливают всю хронологию. Самый полный архив собрал Константин Мустафиди. Он был знаком с Высоцким и начал записывать его песни еще при его жизни. Именно благодаря ему удалось зафиксировать максимальное количество песен Высоцкого, многие из них в единственном варианте. Еще на «Эхо Москвы» с 2016 по 2018 год выходила программа «Один Высоцкий». Делали ее Антон Орех сотоварищи. Это такая наиболее всеобъемлющая история жизни и творчества Высоцкого. Мультимедийная. Там не только рассказы, но и аудио и видеозаписи. Причем некоторые очень редкие. Это все издали потом в физическом виде. Книга и флешки с записями. И все же большая часть прижизненных официальных записей Владимира Высоцкого были сделаны за границей. И это было бы совершенно невозможно, если бы не его брак с Мариной Влади. В 1967 году в Москве проходил международный кинофестиваль, на котором собрались кинематографисты из зарубежных стран. В основном, конечно, из соцлагеря. Но некоторые приехали и из западных стран. Среди них была французская актриса, русское время. Потом, возможно, кто-то из них переезжает к другому в его страну. Для Высоцкого и Влади это было совершенно невозможно. Чтобы приезжать в Советский Союз, Марина должна была каждый раз получать визу и покупать туристическую путевку, платить за гостиницу. Причем не только платить, но и жить там. Специально обученные люди строго следили, чтобы туристы каждый вечер возвращались в свой номер. Высоцкому, разумеется, в гостинице тоже ночевать не дозволялось. Что вы, какой кошмар! Встречаться им приходилось в квартирах у друзей, которые иногда были столь любезны, что оставляли их наедине. О том, чтобы Высоцкому ездить к Марине во Францию, не было и речи. Он, как тогда говорили, был невыездной. Даже когда они поженились, первое время Марине Влади для приезда в Советский Союз к мужу каждый раз приходилось получать визу. Что вообще-то было не так дешево, и хотя она и была не бедным человеком. И брак, и все эти поездки были возможны только с одобрения высокого руководства и при поддержке друзей. Свою роль сыграло и то, что Влади была членом коммунистической партии Франции. Это листило советским руководителям. Вот посмотрите, какие люди, целая кинозвезда поддерживает идеи коммунизма. Но Марине все же очень хотелось показать мужу мир, дать ему почувствовать свободу, познакомить с друзьями. В общем, она подключила свои связи и каким-то чудом выбила для Высоцкого загранпаспорт. Для обычного советского человека поездка за границу была такой же фантастикой, как женить бы на французской кинозвезде. Максимум, что было возможно, поездка в какую-нибудь Болгарию или Венгрию при условии безупречного поведения и успехов на службе. И исключительно в составе тургруппы в сопровождении человека в штатском, который тщательно следил, чтобы не дай бог чего. Перед выездом в загранку заполняешь кучу бланков, и это еще не беда. Но в составе делегаций с вами едет лично в штатском за всегда. Поэтому для Высоцкого это был действительно глоток свободы. Просто невероятная удача. Благодаря этим поездкам он познакомился с необыкновенными людьми. В Париже он подружился со скульптором Михаилом Шемякиным, которого выдавили из Союза. В Польше с режиссером Анджеем Вайдой и актером Дэниелом Ольбрехским. В США они с Влади гостили у танцора Михаила Барышникова и встречались с Осифом Бродским. Эти люди тоже были вынуждены уехать из СССР. Побывали на съемках у Милоша Формана. За границей были сделаны записи и выпущены несколько пластинок с песнями Высоцкого. Высоцкий был популярен и за границей. Этому способствовала его репутация опального советского поэта. Западные звукозаписывающие студии тогда периодически выпускали пластинки с песнями, запрещенными в Союзе. Брали контрабандные пленки, просто перезаписывали их и продавали. Западным слушателям было интересно, что же там такое запрещают в СССР, а советские авторы были рады, что их творчество доходит до людей хотя бы так. Поэтому студии были заинтересованы в том, чтобы выпустить официальные пластинки Высоцкого, а он, конечно, хотел поработать в нормальной студии и сделать хорошие записи. Зарубежные концерты тоже собирали множество зрителей. Туда приходили и студенты, изучающие русский язык, но даже и те, кто языка не знали. Слушали Высоцкого увлеченно? Эмоции, ритм, страсть и харизма были понятны и без понимания языка. Ну, а потом Высоцкий уже неплохо выучил французский. Друзья помогли ему перевести некоторые песни, и он уже пел их на французском. Почему? Я хочу знать, почему? Почему? Она слишком до конца бала. Не распробовал вино и даже не допрегубил. Марина Влади в своей книге воспоминаний описывает историю, как в Нью-Йорке их пригласили на вечер в узком кругу кинематографистов, где присутствовали звезды Голлиуба Вуда от Грегори Пека и Пола Ньюмана до Лайзы Миннелли и Роберта Де Ниро. И даже их поразил голос и нерв Высоцкого, хотя завоевать такую публику звезд мирового кино избалованных славой это нереально трудная задача. У Высоцкого была прекрасная возможность остаться за границей, у него была жена-иностранка, хороший дом, возможность работать, даже лучше, чем были на родине. Были зрители и успех. Марина ему не раз предлагала, но вот не хотел. Он действительно любил родину. Это видно по его стихам и песням. И он умел выражать эту любовь без пафоса и штампов. Ну, а Влади, конечно, не хотела жить в СССР. Тогда бы каждый раз пришлось просить разрешение на выезд, что усложнило бы для нее и работу, и общение с семьей. Такая жизнь на расстоянии не была простой, и все проблемы многократно усиливались болезнью Высоцкого. Ни для кого не секрет, что он пил. Причем не так, чтобы просто напился и побуянил. У него была тяжелая степень алкоголизма. Он это прекрасно осознавал и пытался лечиться всеми возможными способами. Ложился в больницы, обращался к каким-то целителям, вшивал спираль, просто бросал, но всегда начинал снова. Несколько раз врачи вытаскивали его буквально с того света. В последние годы к этому прибавились еще и наркотическая зависимость. Это тоже был такой способ борьбы с алкоголизмом. С наркотиками хотя бы можно было работать, они не давали такого похмелья. И в итоге все же болезнь победила. Высоцкий умер 25 июля 1980 года. Ему было всего 42 года. В эти дни в Москве проходила Олимпиада, которую половина стран бойкотировала из-за ввода войск в Афганистан. Для советских властей очень важна была красивая картинка. Они хотели показать образцовую жизнь в Советском Союзе. И ради этого зачищали все, что не укладывалось в официальные рамки. Даже детей обычных вывезли в летние лагеря. Бездомных и проституток за 101 километр. В магазины завезли колбасу и попсиколу, чтобы иностранные туристы поразились изобилию. Наверное, это их поразило. Неорганизованные толпы людей, которые придут попрощаться с любимым артистом, официальной властью, непризнанным, никак не входили в эти планы. Поэтому советские газеты и телевидение о смерти Высоцкого не сообщали, если не считать крошечные заметки в вечерней Москве и советской культуре. Причем, главреду Вечерки этот некролог стоил должности. Но люди, конечно, все равно все узнали. Новости передавали через знакомых, кто-то узнавал об этом из передач зарубежных радиостанций. Некоторые слушали эти радиостанции тогда нелегально. 28 июля гроб с телом Высоцкого привезли в театр на Таганке и поставили на сцене, чтобы с ним могли проститься зрители. Люди еще с 25 числа стали собираться у театра и приносили цветы, зажигали свечи. На 27-е в афише стоял Гамлет. Его, конечно, отменили, но никто из зрителей билеты не сдал. По другой версии, все-таки несколько билетов сдали и их разобрали на память актера театра. По официальным данным проститься с Высоцким пришли более 100 тысяч человек. Но мы же знаем, что официальные цифры у нас всегда в несколько раз занижают. К театру стянули все свободные от работы на Олимпиаде силы милиции, но люди вели себя мирно. Возмутились только один раз, когда поехали поливальные машины и стали смывать цветы, которые люди принесли Высоцкому. Похоронили Высоцкого на Ваганьковском кладбище. И даже это стало возможным только благодаря вмешательству его друзей, а конкретно Иосифа Кобзона. В СССР даже похороны были зарегламентированы. На Ваганьковском полагалось хоронить только заслуженных артистов. Это звание такое. А на самом престижном Новодевичем народных артистов. Это типа звание повыше. У Высоцкого никаких званий не было, хотя артистом он был безусловно народным. Есть легенда, что Кобзон предлагал сотрудникам Ваганьковского кладбища деньги за то, чтобы похоронить Высоцкого на участке поближе, ко входу. Но они с возмущением отказались. Мол, мы любим его не меньше вашего. Какие деньги? За что впоследствии были уволены. Со дня смерти Высоцкого прошло уже 40 лет. Почти столько же, сколько он прожил на свете. Но его до сих пор помнят и любят. Если вам кажется, что Высоцкий вам не интересен, это значит, что вам еще не попалась своя песня. Вокруг фигура Высоцкого до сих пор много всяких разговоров, разборок, конспирологических теорий. Пока он был жив, вокруг него крутились много непонятных людей и проходимцев, и всяких спецслужбистов. И теперь из этого раздувают всякие легенды, мол, как это ему разрешали ездить по заграницам, почему ему сходило с рук все эти выходки. Но это, наверное, случается со многими яркими людьми. Было много споров и среди родственников, и наследников Высоцкого после его смерти. Многие неоднозначно оценивают деятельность его сына, Никиты. Он был сценаристом довольно спорного фильма «Спасибо, что живой», где сюжет в основном крутился вокруг всяких этих историй с КГБ, алкоголем и наркотиками. Но благодаря Никите на Таганке был открыт музей Высоцкого и появилась улица его имени. Песни, стихи и кинороли Высоцкого растащены на цитаты. Тут с ним соперничать могут разве что Пушкин да Грибоедов. Чвор, он должен сидеть в тюрьме. И людей не беспокоит, каким способом я туда его упрячу. Многие российские рок-музыканты, в их числе Шевчук, Кинчев, Башлачев, считали и считают Высоцкого основоположником русского рока. Некоторые говорят, что с Высоцкого началась история и русского хип-хопа. Он первым начал писать под ритм. Его песни перепевают кто только можно от Лепса до Басты. Много сказано и написано про его литературное творчество, про роли в кино и в театре. Но я про это не буду много рассуждать. Специалисты это сделают лучше меня. Надо бы сделать какую-то концовку, наверное, но намного лучше будет послушать песню Высоцкого. Ей и закончим. И согнуло, и сломало, но торчат мои острые скулы из металла. Не сумел я, как было угодно, шито, крыто, я напротив ушел всенародно из гранита.